привет почему братуха вот ты чего не хочешь сойти куда то что ну и убивай русских людей чё очкарик даже можно этим мобиками там управлять вот такие русские люди русские люди это украинцы которые вольные люди русские люди это украинцы это не евреи как ты хочешь наезжать и в речь я понял ты в речи то есть русские люди это украинцы это славяне белобрысый голубоглазые в речи славяне не белобрысый не держали и войны вы воевай с ираном у тебя есть иран славяне это не бело-брысый не голубоглазый сочетать я знаю давайте воюю куда воевать я не знаю когда хочешь а ты за кого будешь что значит за кого буду я считаю украина я считаю украина у тебя выбора нет у тебя два раза ты сдохнешь на россии россии можем можешь выжить за россию так россияниш умирают сумасшедшими количество количество а ты шо а ты такой крутой парень ты такой еврей такой в решу в чем проблема и время вонючие маленькие евреи ты хочешь на же познала или еще в чем проблема еврей давай 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 еврейчик давай еврейчик и возьми автоматы иди по бою ищите меня у меня уже полный уже получат рулетки ищет мне каждый вторую речь у меня найдут да да я кстати на евреи можно плохо слышать я не боюсь они я не еврей я не еврей услышали я не еврей это во-первых во вторых а в чем проблема быть евреем у вас какая-то у вас зуб на евреев что они вам сделали они возра отписали в жира и драк россии каким образом не халили я не знаю носите на дубе заданцевальная минутка есть такой тоже есть еще на сайте пожалуйста тяжелые наркотики на вас страшно смотреть ничего не это собачье дело ты щенок и сдохнешь ужас я просто ну я не знаю это вау просто нема эмоций я до речи короче я не буду на робите ніяких коментарів с приводу своей этничной этничной приналежности але це просто вау динацификация до речи о чем общаетесь да не знаю вот недавно одобрили законопроект по моему да украине зенат как относитесь к этому к тому что одобрили законопроект да помощь украине израилю тайвань насколько я помню ну хорошо отношусь классно что добре вы не думаете таким образом что убивает наши с вами народы разжигать ненависть ваш народ это какой вы казах там или нет башкир по национальности в россии ваш народ башкирский то наверно не разделяю башкирский народ у нас один народ с общим менталитетом советским этносы разные а народ и этнос это разные в чем разлита путин говорил сам путин говорил что у нас народ один но если путин а это сразу национальности вообще не воспринимается наш я и сам интернационалист ну так вот как вы относитесь думаете ли вы что разжигать ненависть и пытается как можно больше убивать нашим каким образом разжигает ненависть помогая государство которое защищается от агрессии спонсируют сми чтобы люди все как можно больше смотрели что россия такая что на всех захватывала чтобы что русский всегда разжигали войны все такое таким образом чтобы не шли на войну умирали то же самое в россии то есть друг друга убивают то что сейчас происходит я не понял секундочку то есть каким образом закон о помощи украине разжигает ненависть во первых уху у ц-кадр у ц-кадр у ц-кадр просто нет этого нет я не стрима на стримера на как вот и по бок играешь не игра о чем ты общаешься 4 лет просто обо всем я понял я обсуждаю историю политику войну у меня три темы война мне не интересно я там был мне не понравилось никому не нравится на российско-украинской войне были да а чё не понравилось ну стрелять людей как такое интересное занятие а как ушли оттуда просто как мы уважаем строчку до служил домой так говорят же что срочники не воевали воевали поначалу воевали как нет то есть те кто пошел проходить срочную службу их отправили на войну поначалу до провели когда только началось все жесть я попал я попал вот под первую эту волну я был девять месяцев был и все просто закончилась срочка и вас отпустили нам предлагали подписать контракт но я не согласился я сказал нахер мне это надо да а много людей погибло срочника достаточно много там как тебе объяснить особо непонятно там и украинские солдаты и русские солдаты все в перемешку не ну там может знакомые с которыми ты проходил срочную службу там с которой вы поступали там в часть не знаю 33 3 человека да с моей части 3 человек погибло это были тоже срочники как да да меня в плечо ранило жесть просто ваша рассказывает что такого не было что срочников не пускали что не было это все понятно понятно я не знаю что сказать как можно было раскрутить еще цель диалог просто ты был но я знаю что это было но чтобы я находил люди на яка это подтвердила еще из россии еще так якусь да ну ось вам доказы ну непрямые риму так а я хочу обеякись доказы у вас здорово укроп стал россии слава россии ты слышишь слава россии а за что слава можно просто не ну смотри допустим вот первый человек который полетел в космос это был русский а теперь скажи кого слава украина человек который благодаря которому русский полетел в космос это королёв украинец просто ну так а вас то какая теперь слава но я же тебе только что сказал а в чем по неадекватности выражается я дизайнер ты же по каким-то своим претерриям определяешь адекватный человек я не определил я тебя спросил это был не определение это был вопрос тогда тогда ответ нет неадекватный ну я тебя спрашиваю в чем твоя неадекватность в том что мое мнение отличается вот среднее российского мнения вот поэтому я неадекват да нет это просто разности мнений неадекватность на камеру знаешь это блин там кричать матюкаться матом и оскорблять незнакомого человека вот это неадекват слушай мне кажется в то время в которое мы живем неадекватность это людей убивать все остальное это такое мне кажется что в любое время людей убивать было как бы нормой человеческого бытия есть никогда это нормы не в курсе чего войны всегда шли в курсе за и так если 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 шли воины то каждый раз агрессора который нападает его обесчеловечивали говорили что это не человеческое поведение такое поведение осуждалось и в любом обществе если один человек убивал другого человека такое поведение тоже считалось ненормальным в отличие от вашего российского общества в котором у вас убивать это нормально и дина не надо там тезисы в конце впаливать до этого ты все горел на нормально а после того как ты ваша ты же сказал что для людей убивать нормально ты представитель российского общества обнови методичку или куратора попроси чтобы он тебе как-то немножко поменял потому что ну ты уже повторяешься в чем я повторяюсь я тебе я тебе сказал что для вас для россиян ты вернее сам сказал что во всем мире убивать это норма эти говорю нет это не норма на донбассе убивать людей значит как бы это неадекватность правильно согласен в течне убивать людей это адекватно когда убивает чесни людей ну не теряйся просто как бы в течне убивать людей это адекватно ладно не соскочит то у вас обычно да да паукан у меня сейчас так разорвется шоу же что давай давай про течню росты ну давай вот расскажи мне в течне убивать людей адекватно как проститутка сейчас сейчас до афгана всего я понял расскажи мне пожалуйста в течне убивать людей нормально когда в течне убивали где норма дети говорю в течне убивать людей нормально ты что не знаешь когда вы россияне в течне людей убивали да я тебя спрашиваю когда ну ты блин мы там много когда убивали какая разница в какой именно момент здесь суть сама швы в течне людей убивали эти спрашивают Это нормально или ненормально? Я тебя спрашиваю. Спрашиваю сколько угодно. Ты же как бы уходишь от ответа. Ты не понимаешь, тебе написали Чечня, но тебе не написали какая? Первая чеченская, вторая чеченская. Вы во время первой чеченской и во время второй чеченской убивали людей одинаково. Ну это же идиотизм. Или там завоевание Кавказа, блин, Ермоловым. Понимаешь, тебе в методике... В контексте, когда ты спрашиваешь про Донбасс, то мы говорим про завоевание Кавказа, да. Когда в Чечне ты поплыл? Я тебе еще раз говорю. Ты либо меня методичку, либо... Я тебя понял. Я просто тебе говорю. В контексте, когда ты спрашиваешь про Донбасс, а тебе в ответ спрашивают, нормально ли было убивать в Чечне. По-моему, это вполне себе нормальный ответ. Давай я тебе объясню почему. Сейчас только ты кричать перестанешь. Объяснять, когда ты ученую степень получишь, когда ты будешь объяснять. Что ж у вас так жопу рвёт? А пока ты там зеленая, еще ничего объяснить мне не сможешь. Ну давай, ты будешь кричать, я тебе объясню. Смотри, вы расценивали Первую Чеченскую войну как сохранение территориальной целостности Российской Федерации. То есть для вас это была защита суверенитета и территориальной целостности. Такая же самая защита суверенитета и территориальной целостности происходила на Донбассе, потому что Украина проводила антитеррористическую операцию, воевала против сепаратистов, которые хотели отделить кусок Украины и сделать этот кусок частью России. Вот, поэтому что в одном, что в другом случае, это защита суверенитета и территориальной целостности. Поэтому у тебя, как у россиянина, не должно возникать вообще никаких претензий к тому, что украинцы защищают свою территориальную целостность, и вследствие этого умирают люди. Потому что вы делали то же самое. А ты этого не осуждаешь. Так что, исходя из этого, у тебя не может создаваться никакого диссонанса и никакого морального противоречия. Эх, господи. Все. Не выдержал. Нет, ну это что, я должен сидеть слушать вот эти оскорбления. Методичка, куратор. Какой куратор? Мы позвонили, успокойся. Не подрывайся. Мне просто позвонили, сейчас привезут мне доставку сделать. Мне привезут. Насчет Чечни. Раз ты прыгаешь, давай я буду уподобляться тебе. Это какие там на Донбассе украинские власти свою целостность защищали? Кто эти власти уполномачивал? И что это были? Это майданные власти, которые, блин, пришли нелегитимным путем к власти. Да? Вот эти, за эти, за эти власти ты говоришь. Я правильно тебя понял, да? Я тебя правильно понял? Дай мне определение слова легитимность. Нелегитимность, это которое выбирают народом, они свергают. Понял? Дай мне определение слова легитимности. А я тебе сейчас, блин, могу только в голову дать, что ты как профессор со студентом разговариваешь, дай мне определение. Так дай мне определение слова, ты же если оперируешь какими-то терминами, ты должен знать значение. Да я тебе уже объяснил, я тебе сказал, что власть, которая пришла законным путем, она является легитимной. Власть на Майдане пришла нелегитимной. Да ты хоть что мне говори, правильно, неправильно, я тебе говорю, а ты хочешь воспринимай, хочешь воспринимай. Ты понимаешь, власть, которая приходит законно, она может быть законной, но нелегитимной. Так же сама власть может быть легитимной, но там, допустим, незаконной. Это немножко разные термины, и перед тем, как оперировать, ими нужно разобраться вообще, что означают эти термины. Господи, Боже мой. Чего ты меня вспоминаешь? Чего ты меня вспоминаешь? Не вспоминаю, я здесь. Ну ты шустрый парень, дал определение, что такое легитимно, что такое нелегитимно, блин. Это сам сейчас придумал. Я тебе не давал определение. Я тебе просто разграничивал два термина, что законность и легитимность это немножко разные вещи. Да ты что, серьезно, разные вещи? Законность и легитимность это разные вещи, а по-моему, блин, легитимность и законность это одно и то же. Ну открой, посмотри где-нибудь. Да чё, открой, посмотри, назови, открой, посмотри. Я тебе говорю, у вас методички вообще не меняются, вы, блин, вы реально... Ты же мне говоришь, что это один термин, я тебе говорю, что это два термина. Единственный способ разрешить наш конфликт, это чтобы ты открыл и убедился, что ты не прав. Я же тебе не буду рассказывать, что ты не прав. Ты же не поймёшь просто. Да всё, что мне надо, я уже понял в свои 45 лет, понимаешь? А ты в своей, блин, там сколько, 20 или сколько тебе там соплику лет? Я вижу. Ты уже до хрена чё, понимаешь? Господи, боже. Да чё ты меня вспоминаешь? Не вспоминай меня. О, боже мой. О, боже мой. Когда человек начинает смеяться, когда он начинает, блин, причитать... Ну да, это значит, что надо перелистать. Ты откуда, друг? Я из Киева. Я из Киева. С Киева, молодец. Я с России, Пятигорск. И чё ты в Пятигорске сидишь? На больничном, блин, еду. Сейчас, завтра выезжаю на СВО, обратно воевать, нахуй, еб***ь. Чё я там сижу? Я понял, за что воюешь? За что воюю? Да я хр***, за что, б***ь. За деньги, да? Да. Да, не нахуй мне эти деньги нужны, б***ь. Мне эти деньги, б***ь, не приходили год, б***ь. Прикинь, б***ь. Я вообще, б***ь. За что я воюю, б***ь? За что-то, б***ь. Наверное, за слово, за слово «шо», б***ь, еб***ь. Вот серьезно я тебе, б***ь, скажу. Ну, если ты воюешь за слово «шо», то ты не с той стороны воюешь, мне кажется. Вот я не с той стороны воюю, б***ь, походу. С вашей стороны, за слово шо, не с той стороны воюют. И с нашей стороны, не с той стороны. С нашей стороны все воюют на той стороне. На какой стороне ваши воюют? На стороне добра, территориальной целостности и независимости Украины. Я в бахмуте нахуй, да? У меня формирование в моем бахмуте. За что я воюю? Вот ты мне можешь объяснить? Я тебе не смогу объяснить, за что ты воюешь. Да что ты должен себе объяснить в первую очередь. Да я не могу себе объяснить. Просто я понимаю, что мы брат с братом воюем нахуй. Не знаю за чем. Не, ну подожди. Мы воюем понятно за что. Ну а мы за что воюем? Я не знаю. Задай вопрос Шойгу, напиши ему там на почту спроси. Да ну его нахуй, бля. Я нахуй сразу, бля. Обнулят, бля. Тебя, короче, никто не узнает вообще, что ты там был, бля. И все. Ну а что вы хотели? Вы же Путина выбирали несколько лет подряд. Вам же классно было. Ну теперь расхлебывайте, что я сделаю. Не, при чем ты расхлебываете, бля. Я тебе просто говорю то, что, бля. При том, что вы по сути пожинаете плоды того, что вы своей аморфностью позволили сформироваться в России такому диктаторскому режиму. А теперь удивляетесь, что вы ни за что воюете. Нет, я себе за что говорю. Я ни за кого не голосовал. Я сидел, бля, в окопе, нахуй, бля. За кого я, нахуй, там мог голосовать, бля. За меня кто-то проголосовал, понимаешь? Кто-то сделал выбор, бля, за меня, бля. Не понял. Ну, потерпите, вы умеете. Потерпите. Потерпите, россияне. Мне вот это нравится очень, если честно. За меня никто не делал выбор, за меня никто не воевал. Ой, вернее, там, короче, я ни при чем. Просто у нас сформировалось вот такое правительство. У нас сидит диктатор, да, у власти. Мы воюем ни за что, нам это не нравится. То есть, россиянин, по своему же мнению, считает, что он воюет с братом, ни за что. Признает то, что мы воюем за свою территориальную целостность, и сидит и такой, ну, а шо? Ну, шо я сделал? Терпите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова